Дублеры МФК Тюмень Дублеры МФК Тюмень Дублеры МФК Тюмень Дублеры МФК Тюмень На исходе получаса дублеры счет сравняли. Агаев становится лидером новой команды Иванова. Классная скидка головой Павлу Ларионову и 3-3. В дальнейшем хозяева продолжали искать счастье в атаке, могли забить и гости, но счет остался неизменным. Дублеры МФК Тюмень 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 Хотя забивать Тюмень могла. Данил Карпов не сумел расторопно перевести мяч в ворота. Зенит 2 поджал тюменцев в концовке тайма и лишь качественные действия голкипера Станислава Пучнева не поставили Сидоряков в патовую ситуацию. Я предупреждал, они говорили, что здесь слабых нет. И понятно там, что сейчас это не оправдание, но эту игру надо было выигрывать и, к сожалению, не получилось. Горан Олексич в перерыве переставил игру Тюмени на схему 5-3-1-1. На бумаге более оборонительная формация даровала черно-белым больше возможностей для взятия ворот. В последние 10-ти минутки уроженец Санкт-Петербурга Максим Вотинов мог принести Тюмени победу. После борьбы и рикошета таранный форвард грамотно переводил мяч в ворота, но вратарь Зенита 2 сохранил плавитет 0-0. Тюмень по итогам первого круга осталась на вершине зоны вылета, занимая 16-е место. Важный выездной матч клуб проведет уже в среду. Сибиряки поспорят с Айнбургом за выход в четвертьфинал Кубка России. В свой день рождения спортивному функционеру Александру Попову для исполнения желания даже не пришлось ждать падающей с неба звезды. Хоккеисты Рубина самостоятельно преподнесли руководителю отличный подарок, одержав 15-ю победу подряд в рамках чемпионата ВХЛ. Жертвой подопечных Михаила Звягина стал фарм-клуб столичного ЦСКА «Звезда». Еще не поздравлял, не видел его сегодня с утра. Но хотелось бы поздравить его в первую очередь победой клуба. Затем уже саму забить. Поэтому, что это будет лучший подарок для него. И вновь Сибирякам удалось решить исход встречи во второй 20-ти минутке. Началось все с передачи Вадима Кравченко, замкнуть которую для Дениса Давыдова было сплошным удовольствием. А результат встречи предрешили действия звена Александра Комаристова. Сначала опытный центр-форвард преуспел на добивании, когда его команда играла в формате 5 на 4. А победный дубль оформил уже при игре в равных составах. Хотя в этом случае основная заслуга по взятию ворот принадлежит Егору Бабенко. На самом деле тяжелый матч. Особенно начинался тяжелый первый период. Рад наконец-то помочь команде какими-то набранными очками, голами. Но я считаю, что во втором периоде мы вовремя добавили, играли по заданию и любили результаты. Звезда, надо отдать ей должное, из нокаута вышла. Активен в ее составе был воспитанник тюменского хоккея Павел Зыков. Именно после его борьбы на пятачке Михаилу Бякину удалось отыграть одну шайбу. Плохо начали в начале второго периода. Долго зажали нас гости. Рубин в зоне. Долго не могли выйти. А потом как бы вышли, чуть наладили игру, но на контратаках опустили обидные голы. Рубин добился сложной победы 3-1 и сохранил за собой уверенно поднятую пальму первенства в турнирной таблице. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова